Я самый скандальный видеоблогер российского ютуба, потому что я делаю разоблачающие ролики про топовых видеоблогеров. Я всегда говорю то, что думаю. Пусть просвучит группа «Банда ютуба! Банда ютуба! Банда ютуба!» Я, Ирина Ваймер, Руслан, Ксюша Хоффман, Кирилл Черкасов, Мелисса Мустафа. Мы организовали тур по России. Увидеть всех наших зрителей, фанатов, пообщаться с ними, исполнить для них самые наши лучшие песни, номера, пообщаться вживую. Мы были уже в шести городах. Новосибирск, Ростов, Самара, Воронеж. И теперь мы пришли в Уфу. Очень жарко, очень много народу. Это, наверное, первый город, в котором столько народу пришло. Самое большое количество человек именно в Уфе. Очень классно. И публика очень крутая. Именно вот эта отдача, которую они отдают, это вау. Мне очень сильно нравится. Я всегда мечтала увидеть всех этих блогеров. Я их очень сильно люблю и ценю их творение. Когда человека видишь за экраном, ты мечтаешь на него посмотреть, а здесь ты его видишь живу и кайфуешь просто. Я вообще смотрела разные видео других моих коллег уже на данный момент. Они как бы снимали раньше на тот момент, когда они были очень популярны. И я смотрела и думала, что вот это как-то странно, человек разговаривает с камерой. И потом я как-то села, попробовала. И как бы люди, которые это увидели первые, им понравилось. И мне это как бы захотелось прям еще больше этим заняться. И все, я так и начала снимать, и как-то все пошло сразу хорошо. В школьное время мало с кем общался. Сидел дома, было скучно, начал пробовать себя в чем-то. Потом развивался, развивался на протяжении трех лет. Я полностью поменял жанр. И сейчас пою уже более трех лет на ютубе. Разные жанры делал, от мультиков до озвучек. И сейчас занимаюсь музыкой. Все клипы набирают по миллиону, считай, просмотров. В этом году мы сдаем ЕГЭ. И в принципе мы должны были сейчас уже готовиться к нему. Но все-таки... Зрители ждут, жаждут, и поэтому мы решили поехать в тур. Я хочу после школы попробовать попадаться в журналистику. Или, например, в киноакадемию поступить. Потому что как бы все равно это связано с камерой. Это тоже какая-то практика для себя. То есть я собираюсь снимать и одновременно заниматься этим профессионально. Я только узнал об этой сфере, то есть окунулся в нее. И я только в этом теперь буду весь. То есть это как хобби, но это хобби, которое открывает тебя как личность. Показать вам свое шоу, чтобы было все хорошо, чтобы попросили еще...